Как успешно пройти собеседование в IT? Мне кажется, большинство начинающих тестировщиков и программистов не могут устроиться на первую работу в IT, так как не знают, что им предстоит на их первом собеседовании и какие есть подводные камни в IT-индустрии. Меня зовут Ваня, я уже более 7 лет работаю в IT, и в этом видео я подробно попытаюсь рассказать то, что тебе позволит успешно найти твою первую работу в IT. Если ты хочешь увеличить свои шансы на успешное прохождение интервью в твою первую IT-компанию, то советую досмотреть это видео до конца. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишись и поставь колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Самое первое и самое главное – это перестать бояться ходить на собеседование в IT. Тем более сейчас большинство собеседований проходит удаленно. Чем раньше ты начнешь ходить на собеседование, тем больше шансов получить твою первую работу, как бы банально это ни звучало. Прохождение интервью – это навык, который нужно развивать, так же, как и любой другой навык. А также хочу заметить – в IT такие же люди, как и в других индустриях, только в начале пути может показаться, что очень сложно проходить интервью и получать первую работу, но чем больше ты проходишь интервью, тем больше ты начинаешь понимать, что в целом все собеседования одинаковы и, в принципе, все спрашивают все одно и то же. Еще тебе может всегда казаться, что ты чего-то не знаешь или еще нужно поучиться, но поверь, пока ты не пройдешь большое количество собеседований, ты никогда не поймешь свой текущий уровень знаний или какой навык тебе необходимо приобрести. Собеседование – это как бесплатная консультация с ментором, который скажет, что тебе необходимо выучить. Не бойся ошибаться на собеседовании или не знать чего-то. Как правило, интервьюеры сами подготавливают определенные вопросы, которые потом задают на собеседовании. То есть они также не знают всего, а просто берут то, что они знают. Поэтому если ты чего-то не знаешь, это не делает тебя хуже техническим специалистам или то, что ты не достоин работать в IT, ты просто выучишь или освоишь необходимые знания позже. Главное – не сдаваться. И мой совет – всегда перед собеседованием гуглить список вопросов, которые могут задать на определенную роль в IT. Это очень облегчит твое первое интервью. Так хотя бы часть вопросов у тебя точно будет на собеседовании. Либо просто посмотреть в YouTube публичное собеседование на ту или иную роль в IT. Сейчас таких видео очень много в интернете. Второе и тоже очень важное – никогда не говори на собеседовании слова «не знаю». Просто забудь это слово, когда ты проходишь собеседование в IT. Ты – технический специалист, и ты всегда должен пытаться найти решение задачи и показать себя с лучшей стороны. Интервьюеры – главное понять, как ты мыслишь, и умеешь ли ты мыслить и адаптироваться в стрессовых ситуациях. Технический специалист не может все знать. Он должен находить пути решения проблем и понимать, как их решить. Это главный навык IT-специалиста. Также очень важный фактор – это необходимо понять, что HR-специалист, с которым ты будешь общаться на первом интервью, это твой хороший друг. И всегда стараться уважительно и понимающей разговаривать с HR, так как они самые первые, кто хочет помочь тебе получить работу в IT. Так как и в этом и заключается их работа, чтобы искать недостающих людей в компанию и помогать находить правильных людей. Всегда не стесняйся спрашивать, сколько будет этапов на интервью. Можно даже попробовать спросить хотя бы примерно, что будет на интервью, чтобы до технического собеседования у тебя было больше времени более продуктивно к нему подготовиться. Следующий важный шаг – это не лениться и приготовить какой-то пэт-проект. Если ты только начинаешь свой путь в IT, это будет очень сильно выделять тебя на фоне остальных кандидатов и покажет твою мотивацию перейти в новую сферу и получить твою первую работу. Но я считаю, что когда у специалиста уже есть опыт в IT-сфере, то все-таки лучше спрашивать уже непосредственно про опыт и стэк-технологии, с чем ты работал. Для программиста это может быть маленькое приложение, для автоматизатора это может быть набор автоматизированных тест-кейсов, а для ручного тестировщика это тестовая документация, тест-кейсы и чек-листы с каким-то из примененных техник тест-дизайна или тест-анализа. Свой проект выкладывай на GitHub и обязательно прикрепи ссылку к резюме. Это действительно увеличит твои шансы на получение твоей первой работы. Еще совет – никогда не бойся рассказывать на собеседовании о своих положительных сторонах или о своем образовании, курсах или дипломах. Чем лучше ты продаешь себя, тем выше шансы, что тебя примут на работу. Это взрослый мир и нужно играть по правилам. Но также не забывай, что каждый твой ответ или рассказ должен максимально нести законченную мысль или ответ. Никакой лишней воды, только все по делу. Никогда не пиши в резюме того, что знаешь очень поверхностно. На собеседовании это точно с тобой сыграет не в твою пользу. Как правило, опытные специалисты очень часто проходят по навыкам и скиллам, которым ты указал в резюме. И они тебя точно спросят то, что ты указал в резюме. Если ты этого не будешь знать или знаешь только по верхам, твои шансы на получение твоей первой работы уменьшатся. Так как в IT нужны специалисты, которые точно знают определенный стек технологий, а не просто какие-то иникейщики, которые знают все по верхам. Лучше о дополнительных навыках, которыми ты владеешь при случае рассказать на собеседовании. Но не стоит расписывать все в резюме, чтобы исключить шанс получения неприятного вопроса. Также очень важно задавать вопросы на собеседовании. К примеру, прошло интервью, тебя все спросили и тебя спрашивают. Если у вас какие-то вопросы, просто запомни, всегда задавай вопросы собеседующим. Если это HR, спроси про компанию, заработную плату, условия работы. Если это технические специалисты, спроси про стек технологии, развитие в компании, задачи, которые ты будешь выполнять каждый день. Ты должен понять, дать понять собеседующим, что ты действительно хочешь работать именно в этой компании, над этим проектом. Я знаю, что многие уже устают в конце собеседований, но стоит всегда задавать вопросы в конце. Это очень важно и для тебя, и для компании. Чем больше замотивирован специалист, тем больше шансов получить твою первую работу. А также очень важно, в какую первую компанию ты попадешь. Это определит, как быстро ты будешь расти как специалист, и как быстро ты будешь развивать свои хард и софтскиллы. Будь вежливым и опрятным на собеседовании. В IT обычно люди привыкли ко всем относиться доброжелательно, поэтому старайся показать все свои навыки коммуникации на самом высоком уровне и показать, что ты действительно можешь работать в команде, так как работа в IT сейчас в первую очередь – это командная игра. А также всегда будь вовремя на собеседовании, и если вдруг опаздываешь, всегда предупреждай рекрутера, что ты будешь чуть позже и причину опоздания, а не просто приходи непредупредившим. Это работа, и нужно всегда оценить время собеседующих. И еще один совет, касающийся поиска работы. Всегда старайся отправлять резюме на все возможные площадки по поиску работы. Я тебе советую иметь аккаунт на linkedin.com, Glassdoor, Gmail, Genie, или отправлять резюме непосредственно на сайт компании в разделе карьера. А также сейчас очень много тематических телеграм-каналов и чат-ботов по поиску работы. Это очень сильно увеличит твой шанс на поиск работы в IT. Сделаем несколько выводов. Не бойся ходить на собеседование. Нарабатывай навык прохождения интервью. Гугли список вопросов с собеседованием на твою позицию, и смотри публичные собеседования на YouTube. Никогда не говори слово «не знаю» на собеседовании. Всегда пытайся вслух говорить ход твоих мыслей. Запомни, что HR-специалист – это твой верный друг, который сам замотивирован устроить тебя на работу. Сделай мини-пэт-проект, чтобы увеличить твои шансы на получение первой работы. Пытайся продавать себя на собеседовании и говорить о всех возможных достижениях. Но не лить воду. Говорить только по делу. Задавай вопросы на собеседовании. Не пиши в резюме того, что знаешь очень поверхностно. Будь вежливым и опрятным на собеседовании. И старайся искать работу на различных ресурсах. Я сам прошел порядка 100 собеседований и во многих случаях получал отказ. Нужно понимать еще один факт, что если тебя не пригласили на работу, просто может быть ты не подошел к определенной команде. Обычно тимлиды понимают, впишешься ли ты новый специалист в команду или нет. Поэтому не нужно себя корить, если тебя не взяли на работу. Просто нужно искать работу дальше. Каждый, кто ищет и не сдается, всегда находит свою работу в IT. Я еще не знаю ни одного человека, кто не нашел свою первую работу. Главное, повышай свой уровень знаний. Никогда не останавливайся в развитии. И у тебя точно все получится.